Ну что друзья, как и везде в Доте наступила осень, и заходя в игру, на нас прыгает новенький атмосферный ландшафт. Каждый год словно по будильнику, а точнее по прописанному скрипту, он появляется у всех подписчиков Дота+. Но главное здесь то, что сезонный апдейт не вышел вовремя. И переходя на главную страницу, нам всё ещё пишут, что летний сезон закончится 3 сентября. А проще говоря, они не отказываются от своего анонса, и готовят нам загадочное сезонное обновление. Вы лучше меня знаете, кто такие компании Valve, и уже завтра они могут тупо поменять эту цифру, и сказать, что мы ничего не успеваем. Поэтому ждите обещанное обновление в ноябре. А конкретно сегодня ночью, они убирают баннер, посвящённый конкурсу короткометражек, и растянули плашку павшей короны. Не прям, чтобы игроки сидели и натыкивали, выбирая короткие метры, а больше раздражались от того, что не могут попасть по ивенту. Вместе с этим, ночью, разработчики добавили звуковые сигналы под каждую команду-участницу Интернешнала, а конкретно с фразами к стадии выбора. То есть, они записали голосовые, к примеру, легендарное Team Spirit Turn to Pick. То же самое касается Бана. Туда же прилетел и добавлен новый модификатор, в котором мы ещё будем разбираться. Название ему Event on Ability Togglot. Если дословно переводить, то звучит это как переключение на способности, но нужно ли его переводить? Мне сходу думается, что эта функция предназначена для того, чтобы, когда вы смотрите матч Интернешнала через клиент, вам выпадали шмотки. Каждый год эта фишка возвращается на время турнира, и напишите, что вам выпадало, когда вы смотрели матчи в прямом эфире. Будет интересно почитать. Самое ключевое, что из этого нужно вынести, так это то, что после этой обновы в 3 сентября мы будем откисать вплоть до окончания Инта. И никаких дополнительных обновлений точно уже не будет. Нас будут морозить до 15 сентября, до финального дня турнира, где по традиции нам заанонсят следующего нового героя, который, судя по залитой иконке, станет розовый Бёрд Самурай, прямиком сбежавший из ивента Павшая Корона. И имя ему Бакет Базура. Про него в сотый раз детально мы говорить не будем. Там же со сцены и почти железобетонно выпустят новую игру Deadlock, которая поставила очередной рекорд. Сразу 150 тысяч пользователей играли в неё одновременно. Ну а уже дальше, когда состоятся эпичные анонсы, разработчики выпустят четвёртый акт шпили Скайроса. И на этот счёт тоже всё официально сказано, что пернатая мясорубка с Империей закончится 16 октября. Поэтому, как вы видите, друзья, календарь полностью расписан, и почти со стопроцентным шансом именно так всё и будет. Ну и, конечно, не забывайте про кровавую Кримсон Сокровищницу, что каждый год появляется перед началом плей-офф стадии. Её уже перенесли из прошлого года в этот. Поэтому мы, как всегда, заранее узнаем, какие кровавые имморталки запихнут в нынешний сундук. Поэтому подписывайтесь на канал, дабы ничего не пропустить. Фанаты уже влажно потирают ручки, представляя примерно такое. Мол, не зря же они расшивают базовые версии Аркан. И почему бы не сделать кровавую Аркану на Скайе? Лично я в такой расклад не верю. И влажные теории так и останутся теориями. Хотя, если пошататься по клиенту, то вы заметите, как разработчики втихаря дали новые разряды остальным частям комплектов. Если раньше сплошняком было подписано под каждую шмотку Аркана Аркана, то теперь это только один слот. А остальным дали разрядность редкости легендарные. К чему всё это делается, мы обсуждали в прошлом видео. Так что повторяться не будем. И если интересно, то переходите по подсказке в углу. А я лучше познакомлю вас с этим парнем. ДХК, концепт-художником, что работает на аутсорсинге у Valve. И занимается созданием Аркан для Доты. Причём делает он это с нуля, и настолько детально, что вы просто охренеете. И на мой взгляд, все лучшие Арканы, что были выпущены в игре, были придуманы им. Шайка Лейка начала сотрудничать с ДХК, когда тот представил концепт Арканы на квапу. Он настолько был детализирован, что нарисовал её эмоции. Несколько вариантов кинжала и её плётки. И даже показал, как видит анимации её ульты. Очевидно, что после такого ебейшего, то есть официального концепта, ему сразу поступил новый заказ на VR-ку и на дровку. Опять-таки, на мой взгляд, самые лучшие Арканы комплекты, что есть в игре. Ну и теперь в его портфолио появилась новая работа, которая, скорее всего, намекает, какой следующей шмоткой он нас собирается порадовать. The International 2024 стартует уже 4 сентября, а вместе с ним грандиозный турнир прогнозистов от проекта MetaRatings. Ссылочка будет и в описании, и в закреплённом комментарии. А пока расскажу чуть больше, потому что сам буду участвовать в турнире. У конкурса крупнейший в истории сайта призовой фонд в размере 2 миллионов рублей. А чтобы забрать кусочек из него, достаточно просто оставлять прогнозы на матче Инта. Призы положены за место в топе рейтинга, а ещё за серии с набранными очками, создание лиг с друзьями и знакомыми и многое другое. Лигу можно создать вот тут, нажимаете его сюда и потом приглашаете всех, кого захотите, друзей, знакомых, коллег. Кстати, организатор самых крупных получит фрибеты на 25 тысяч рублей. А здесь можно оставить прогнозы, думаю, спириты начнут с лёгкой победы, а лучший прогнозист турнира получит 75 тысяч рублей. Но на этом призы не заканчиваются. За весь турнир наградят 100 победителей, а ещё будут разыгрывать ачивки, которые можно забрать, даже вообще не попадая с прогнозами. В общем, реально нужно постараться, чтобы не урвать себе что-то. Напоминаю, всё это доступно абсолютно бесплатно по ссылочке в описании и закреплённом комментарии. Залетайте, угадывайте результаты Интернешнала и зарабатывайте своим даром предсказателя. Многие из вас точно слышали теории, что появились во время прохождения Павшей Короны. Через ивент нам тизерили потерянную сестру Джиггернаута, которая по всем канонам могла бы стать его альтернативной личностью. Затем, по мере прохождения, нас знакомили с Сорлой Хан, лидером Красного Тумана, которая также могла бы стать персоной на Акса. Потому что именно она свергла Аглоди Громилу и отжала у него титул предводителя. А ещё лучше, если бы Сорла стала личностью на Легион Командер, потому что являются с ней заклятыми врагами, которые воюют десятилетиями, где каждая старается захватить себе побольше территорий на континенте. Даже концептуально героини между собой похожи. Замени копьё Легионки и даже скиллы не нужно будет переделывать. Тяп-ляп и готово. Однако, всё это очень интригующее. Под столом всё влажно. Но всё-таки это теории. Единственный слив, который может нам проливать свет на будущую шмотку, красуется на вашем экране. И это альтернативная личность на Брудмазер, Spider-Link Persona 1. Наверное, прошло больше полугода, как мы впервые её увидели в кодовых строчках. И не стоит из-за этого сильно на неё плеваться. Впервые строчки о появлении Арканы на Скайе появились в уже далёком 22-м году. И столько времени утекло, прежде чем его релизнули. Почти два года, так что на долгое томление в клиенте не нужно опираться, друзья. Valve славится своими долгоиграющими тизерами. И зачем далеко ходить, если Папет Мастера мы ждали хрен знает сколько лет. Ну а за это время его успели переработать в Ринг Мастера. И вышел он только сейчас. Но как факт дождались, и всё-таки он вышел. Так вот, возвращаемся к ДХК. К сожалению, тут не написано дата заливки. И сразу же, как обнаружил обновочку, прибежал к вам рассказывать. Если посмотреть, то вся его последняя работа построена на аниме-тематике и на зааморфах. Я не особо в этом разбираюсь. И лучше вы напишите в комментариях, какое правильное название у персонажей, что бегают с кошачьими ушками. Короче говоря, как-то так это выглядит в исполнении художника, что создаёт Арканы для нас. Перед нами обычно аниме-тян, а сзади неё волочится длиннющий хвостик. Я думаю, что суть вы уловили. И если поручат заниматься альтернативной личностью на Бруду, то плюс-минус понимаем, чего ожидать. Будет бегать девочка с огромным мечом. Ведь у нас паучиха как нельзя кстати ближнего боя. А за место волос увидим какие-нибудь паучьи ушки. Ну или типа того. Опять-таки, судя по всему, эти концепты предназначались для другого проекта. Но основную мысль, что я пытаюсь донести, так это видение художника и чего он хочет. И если Бруда прилетит ему на заказ, то ожидаем вот такую милоту. Вы и сами без меня прекрасно сделаете выводы, когда пробежитесь по клиенту. У нас следующим новым героем станет пернатая розовая мордашка, что обвязала себя синей ленточкой. Про фанфики с Марси вообще уже молчу. И Reddit до сих пор писается кипятком, насколько она получилась мимимишной. И ведь самое забавное и ключевое здесь то, что именно этот концепт-художник создавал нам переделанную Мирану, и, внимание, создавал Марси, подписав так. И с 21-го года я работал над Мираной и Марси для сериала Netflix, Dota Dragons Blood. И если пробежаться по его наработкам, и что по итогу появилось в самой игре, то они вообще ничего не стали менять. И как ДХК предоставил, так всё осталось нетронутым. Просто Ctrl-C, Ctrl-V. Парень реально гений. Заснеженная телега дровки на превью, не светлая мысль, что пришла Valve, а он её придумывал с нуля. Весь арканокомплект на Draw Ranger ему виделся более кровавым и жестоким. Да и чего устраивать болтологию. Вы сами видите концепты, которые он предлагал издателю. Но тут, как обычно, вмешался фактор Китая, где нельзя показывать кровь, кости и демонстрировать жестокость. Поэтому решили притормозить с обилием насилия, и релизнули что-то среднее. Не зря ведь игроки из Китая видят аркану на Рейскинга вот так, полностью покрытого шлемом. Либо Магнуса видят без рога, потому что выпеченные конечности смущают тамошнее правительство, и такое не пропускают. Так что если ДХК вовсю занимается персоной на бруду, то ждём очередной шедевр от него. Но тут же возникает резонный вопрос, куда её собираются запихивать. Мы видим, что каждый акт Павшей Короны отличается своим комплектом исследователя. Начали они с тематических моделей крипов. Затем им в голову взбрело запихнуть во второй акт комплект с музыкой. Третьим же появился новенький сет на Спектру, который сочетается с её Арканой. Его мы тоже нашли незадолго до выхода в кодовых строчках. Скрин постараюсь приложить. Так вот, друзья, есть небольшой шанс того, что уже в четвёртом акте запихнут личность на бруду. Во-первых, она одна денёшненько лежит себе в клиенте, и никакой парный релиз ей не нужен. Во-вторых, всё-таки полгода прошло после появления первых строчек. Ну и в-третьих, заключительный акт нужно как-то красиво финалить. И если они уже использовали самое вкусное, то есть Арканы, то дроп альтернативной персоны звучит как логичный вариант. Кто-то накидывает, что туда засунут тематический ландшафт. Но зачем им это делать, когда вон мы получили осеннюю сезонку вовремя? Что не менее важное с персоной, это будет продаваемый вариант. Ведь судя по квартальной статистике, они уже залутали себе 119 миллионов долларов на павшей короне и на прокрутке китайского сундука. Ну а как вы сами видите, в прайс-пул интернешнала они вкидываться не собираются. Как бы они не хотели его нам продать, но не хотят игроки его покупать. И призовой фонд бьёт все антирекорды и опустился до уровня 2013 года. Даже показали новый дизайн мини-аегиса, у которого появился рамочный ободок внутри коробки. Если раньше зелёный выглядел так, то теперь вот решили навалить. И чё-то я не уверен, что это им поможет. Кстати, Тим Спирит уже получили свои вторые перстни по приезду на турнир, чем и похвастались фоточками. Ну и как вы знаете, всю неделю мы мучились с обузами Даса в матчмейкинге. И на фоне всего этого пришла хорошая новость, которая напрямую отобразится на нас. Основатели студии Hoppa Games и другие сотрудники компании перешли работать в Valve. И об этом они сами торжественно сообщили в соцсетях. В заявлении говорится, что вся работа над текущими проектами полностью остановлена. И им будет чем заниматься под руководством дяди Габена. Скорее всего, им нужно больше рук для дедлока. Но когда поглощается целая студия, то 100% кто-то усяется заниматься и дотой. Так что, чем больше людей работают в конторе, тем больше контента мы с вами будем получать. Ну что друзья, ждём завтрашнего сезонного обновления. Либо очередного поста с извинениями, что опять не успевает. Поэтому хавайте смайлики для гильдий и сраные граффити. И дружно переворачиваем календарь в 3 сентября. И вжимайте лайк, если неплохо скоротали время. Подписывайтесь на канал и жмякайте в колокол, дабы получать самую актуальную информацию первыми. Всем спасибо и всем пока.